Возвращение Альпе-де-Чермис 17 раз принимает заключительный этап Тур-Дески, стоящий совершенно особняком. Это экстремальное испытание, и даже те, которые его уже успели преодолеть в своей карьере, все равно со священным ужасом ожидают возвращения на Альпе-де-Чермис. Одновременно с этим, если ты покорил Джермис, то ты чего-то достоишь в этом виде спорта. Очень драматически проходила развязка женских состязаний, и о ее итогах еще впереди некоторые новости этого плана тоже. Ну а пока, пока то, что было накануне. Прекрасную погоду, слишком теплую, более теплую, чем хотелось бы. Состоялась гонка на 15 километров с общим стартом классическим ходом. Были желающие прогуляться, были желающие проверить, но не было способных убежать в отрыв от группы при таком формате, даже несмотря на то, что градиенты на Лагу-де-Тезеро приличные. Ну и технические участки тоже коварные, там были падения, там были поломки инвентаря. Сильнейшие доказали свою силу. Серьез проверили шведские спортсмены лидера гонки Йоганна Саховсла де Клэба, но тот все-таки продолжил свою беспроигрышную серию. Привезя своего товарища по команде, так сказать, на колесе, де Фабиани сумел запрыгнуть на пьедестал почета, а шведы, набахавшись, оказались вне пьедестала почета. Тем не менее. Дарио Колония сегодня опять чемпион. Он выиграл рампу чемпионом. Он выиграл это восхождение в качестве отдельного старта. Это состоялось совсем недавно. Нуртук был третьим. Но на пьедестале почета, по крайней мере, тоже. Но это была совсем другая работа, и Дарио даже тоже. Лишний раз мы убеждаемся в том, что гонщик с корнями отсюда, из Трэнти, но его родители отсюда, и он очень душою привязан к этим местам, и всегда выступает здорово, на ходу и в хорошей форме. Эльна Грин. Была хорошая гонка вчера. Я сумел продержаться в первой группе почти до самого конца. Ну и, конечно, некоторый холодок страха пробегает, когда я думаю о сегодняшней гонке. Надо каким-то образом попытаться зашагнуть немножко за край, заставить. Раскрыться каким-то резервом. Я надеюсь, что у меня еще осталось что-то в запасе. Ну и, конечно, только когда я покорю Термис, я буду удовлетворен этой гонкой, и я буду горд, что я ее закончил. Он уже отмечался на пьедестале почета на отдельных этапах, как известно. В общем зачете он выпал из тройки, и трудно, конечно, надеяться на его возвращение. Здесь другая цель. Грозит ли Йоганна Саховса до Клэбо то, что произошло с Фридой Карлсен? Практически убеждены, конечно, что нет. Потому что для нее это был совершенно новый экстремальный опыт. Она его несколько опасалась, и это чувствовалось, в общем-то, по эмоциональному состоянию тоже. Она себе немножко сожгла перед стартом в этих ожиданиях, хотя не показывала. Огровенно этого. Но это чувствовалось. Что же касается Клэба, то он никогда не был суперзвездой этой горы, конечно. Но за годы выступления на этой трассе нашел некий хотя бы общий с ней язык. Запас у него минута две. Каля Халварсон тоже не самый легенький гонщик. Пол Гулбер также не специалист этого упражнения. Федерико Пеллегрино тем более. И, значит, мы упускаемся все дальше и дальше по протоколу генеральной классификации для того, чтобы находить там настоящих специалистов горняков. И там их достаточно. Начиная с Крюгера, который был победителем этого этапа несколько лет назад. И заканчивая Шуром Роте, который выиграл этот этап дважды. Как минимум дважды. Надо проверить, но как минимум дважды это у меня на памяти есть. В том числе и в формате преследования и последующего подсчета чистого времени. Роте стартует через 2 минуты 28 секунд. От подиума его отделяет более минуты, но никогда не говори никогда. Поэтому в первую очередь Крюгер и Роте. Также достаточно легкие Кулум и Тонсет, стартующие шестым и седьмым в этой развязке. Разрывы в борьбе за третье место не столь уж прямо и велики. В хороший день кто угодно может из вот этих вышеназванных горняков значительно улучшить свое положение. Стартовый протокол не в полной мере совпадает с позициями в генеральной классификации Кубка мира. В генеральной классификации Турдески. Скарс здесь осел, но тем не менее в кадр попадает как призер этапа. Замерли на старте. Что там с рампой, кстати говоря, поинтересуется. Я бы сказал, что группа на старте рампы чемпионов этой гонки с участием звезд, но также и непрофессиональных спортсменов тоже, примерно столько же и было. То есть желающих проверять себя такой экстремальной горой как-то не очень много находится. По сравнению с Марчалонгой, где стартовый протокол насчитывает тысячи человек, она проходит частично по этой же трассе. Понятно, что, несмотря на то, что протяженность Марчалонги гораздо больше. Но эти 10 километров с тремя последними экстремальными, хотя средний градиент выглядит вроде бы такой практически как на платформе, движущейся особой платформе до конькового хода, потому что, извините, я отвлекусь, но это тоже интересно всем, разумеется, и познавательно всем. Та платформа, которая находится в доме у другого Йоханнеса, на которой можно полноценным коньком бежать, в отличие от той платформы, которую использует Клэба, потому что она только под классику, там достаточно узкая эта бегущая дорожка, на нее можно ставить велосипед, на нее можно ставить себя и бежать бегом. И бежать пластикой, особенно одновременными ходами, то тоже неплохо. А та платформа с переменным наклоном, очень тяжелая, огромная, очень дорогая, которую использует самый звездный билтлонист из ненедействующих. А надо как раз вот у него, когда он делает стандартную работу, вот эти повторные на недовосстановление, ускорение, как и моделирующие работу в гору, вот это как раз 12 процентов, так что средний градиент здесь совпадает. Но это средний градиент, а максимальные градиенты здесь в районе 30 находятся. И это, конечно, такие места, где уже лыжи практически не едут, а просто-напросто вставляются контактами. И если ты можешь обеспечить какое-то хотя бы скольжение, то ты уже просто великий гороросходитель. И, конечно же, те, которые уже здесь бегали, чувствуют себя несколько спокойнее и распределяются несколько правильнее. Чемпионы во главе с суперчемпионами, с четырехкратным победителем этой гонки. И Дарио Полони, которого корни из Трентино, хотя рыкнулся он в Больмустере. И Петр Нур тут, который немножечко недорабатывал в плане тренировочном, у него будет лучше готовность и больше мобилизация. А сейчас он все-таки очень много работал по телевизионной части, недотренировался где-то. Все пошли очень аккуратно. Более динамично стартовали сейчас действующие чемпионы. И это тоже ожидаемо, поскольку тут есть за что бороться. И в частности за прыжочный финиш, который будет на отметке безылки 0,3 километра. Еще один будет уже немножко в пригорок. В начальной части подъема на Чермис. Но только бонусные очки. Подсчитывается, не считается на сей раз временной бонус. И в общем-то это правильно, это более гуманно, можно так сказать. Потому что чего стоит в частности акцентированное финиширование в эту боро мы увидели на примере Карлса. Который в общем-то совершенно не обязательно был набирать очки. Но и скорее всего не в этом было дело. Скорее всего она пыталась все-таки набрать какой-то запас, бежать и потом бежать чуть более ровно. Но это все совершенно не получилось. Слова мамы Мии. Это не игра слов итальянских. Это Мия, так зовут Мию Карлсон. Маму, которая принимает очень большое участие в карьере своей дочки. Она очень переживала, что естественно, и слова ее можно было предсказать. Пусть она летит вверх тормашками. Мягчу я это выражение. Это вся победа. Лишь бы она встала и была после этого в нормальном состоянии. Она видела все то, что с ней произошло. Потом операторов отогнали. Представительницы шведской сборной. Фриду погрузили на АКЮ и отвезли с эскортом горнолыжных полицейских. Отвезли ее в медпункт. Вроде бы как в больницу эвакуировать не стали. Она была в сознании. Сознание поплыло сразу после того, когда она упала непосредственно после финишной черты. После этого она уже общалась с доктором команды, с медиками, которые у трассы. Ничего страшного не должно быть. И дальнейшее обследование в больнице, возможно, даже и не понадобится. В отличие, допустим, от тех моментов, когда Тандрова утеряла сознание. Биатлонистка, вы это все прекрасно помните. Но там вообще история достаточно загадочная. С ее здоровьем, с ее реакциями организма. Ни одного диагноза до сих пор никто не может поставить. Ничего. То есть она проходит с ледом, со свистом. Все углубленные медицинские комиссии. По этой части, кстати, календарь веже очень преуспевает. Например, они приглашают на такое мероприятие. В школе, где занимается другая венка. Ну, талантливая очень, юниорка. Приглашают, чтобы они, юные лыжники, которые связывают большие надежды с серьезной карьерой, чтобы они прошли углубленное медицинское обследование вместе на фоне работы с учениками этой школы. Ну, и именно, чтобы понять, как организм держит, насколько крепкое здоровье. О своем здоровье Клэпу заботился все эти дни. С точки зрения некоторых ироничных даже чересчур. Кэш-шоу в очередной раз запустил такую полемику онлайн, которая ко всем этим моментам относится несколько более так раскованно. Но у каждого есть свое право. Скар выигрывает промежуточный финиш спринтерский. Под горку практически. Халверсон также отмечается хорошими очками. Но и Клэпа тоже не застревал, как вы видите. Первая короткая стычка главных действующих листур-дески под номером 17 состоялась. Скар, не претендующий, естественно, ни на какие лавры на самой макушке предстоящего восхождения, зацепил 15 баллов. 12 достало Халверсону. Глэбо-10, далее Масгрейв был, затем Пеллигрина, Новокроте, Крюгер, Булберг, Сир. Ну и продолжил Эндрю Масгрейв, который вчера в очередной раз был очень активен. В групповой гонке он очень любит контактную борьбу. Спасенный сезон он старается проходить не спустя рукава, не только готовясь к чемпионату мира, где у него, конечно, ярко выражены амбиции, но и на этапах тур-дески он все время активен. Подтиктовку его темпа и темпа Клэбо. Идет сейчас пелотон на заключительном этапе по трассе Марчалонги, немножко по колеям, но надо сказать, что снег все-таки здесь достаточно мягкий, поэтому эта колея не сильно мешает, куда лыжа мало попадает. Зато вы видите такую картинку, которую все-таки пока не обеспечить с помощью съемок с дрона. Хотя они вообще применялись, эти дроны, но там есть свои моменты с пропускной способностью, в принципе, с шириной канала, с толщиной потока. В результате получается, что очень как-то резко падает разрешающая способность на всех теневых участках, и картинка получается совсем мыльная, это нездорово. Хотя, конечно, по ощущениям взгляда изнутри что-то в этом, безусловно, тоже есть, как красочка, но никак способ вести прямую трансляцию от начала и до конца. Вот вы видите указатели, здесь можно бегать по трассе Марчалонги, там под снегом велодорожка, и на этом знаке тоже было напоминание, велодорожка, которая в хорошем состоянии в долине Фьеме, что касается ее состояния дальше наверх, в Альдефаса ее собираются основательно реконструировать, в частности, тот участок, который был оползнем, поврежден возле речки, но это ощутимо, выше это более пары десятков километров отсюда, где мы сейчас с вами находимся, и там ее как-то за ней не очень ухаживают, там и сыпуха, и само покрытие, не одно, выделены деньги уже, и несмотря на то, что новое правительство собиралось отложить все реконструкции велодорожек, сети велодорожек, создание новых на некое необозначенное время, но была очень серьезная борьба, были очень серьезные дебаты, и пришлось все-таки не урезать этот бюджет, и таким образом, ну, тут потому, что это важно не только для спортсменов, не только для поклонников здорового образа жизни, это важно и для тех, которые просто перемещаются, используют велосипед все более-более активно в качестве средства передвижения, естественно, не сию минуту, не в это время, хотя тоже зависит от того, где человек живет. Ну, и лыжники, которые сюда и летом тоже приезжают, очень активно используют здесь маунткинбайк, шоссейные велосипеды, и это абсолютно безопасно, в отличие от открытого шоссе, и кроме того, еще и есть ощущение именно дикой природы, когда ты, когда эта трасса уходит вглубь, уходит по лужайкам, к лесам, в сторону от речки, в сторону от шоссе, ощущение одновременно еще и такого приключения в дикой природе. Мазгрейв любит тащить на себя всех, любит диктовать всем темп и заодно бежать. В своем темпе Мазгрейв неплохой горовосходитель, поэтому никто не собирается воспринимать это как просто показать себя, чтобы потом провалиться и финишировать последний. Нет, нет, нет. Клэба предпочитает держаться в голове все равно. Минута в запасе перед теми, которые не лучшие его горники, по крайней мере, это хорошее время. Но тот, кто заведомо лучший горовосходитель Кругер, вступает ему минуту 45. С другой стороны, Клэба видно было по этапам, что Клэба осторожничал на некоторых и добивался победы с минимально возможными затратами, аккумулируя эту энергию под сегодняшний финальный бросок. Ну вот она заканчивается, этот стартовый отрезок, кое-где даже под горку, кое-где хорошим коньковым ходом, который, безусловно, есть у шотландца Масгрейва. Можно выходить на скорости под 40 км в час, хотя, в общем-то, это даже практически и не спустно. Сейчас начнется самое главное. Последние три километра они подбегают к Валезе, они подбегают к современному и быстрому подъемнику. от нижней станции которого начнут восхождение ко второй по трассе Олимпика, по трассе красной, горнолыжной, но красной там повыше. Внизу преимущественно синий, но этого более чем хватает для того, чтобы лыжников, гонщиков загрузить, как редко, когда у них случается. вот со стороны Ковалеза как раз сейчас идет съемка. Башня высокая, башня колокольни, видная очень-очень издалека, ориентир и один из символов долины Фьемме. Парковка это не бесплатно, кстати говоря, но если вы приезжаете с лыжами или с велосипедом, в зависимости от времени года, парковок достаточно просторных, много вокруг, и чуть дальше вдоль реки, чуть ближе, там где Мулина, не путай с той, которая Вилет Дро, там можно оставить, не платя за парковку. Технично очень сбалансировано, вот обратите внимание на этом отрезке, Клэба очень красиво ехал, было хорошо видно, как он приставляет ногу, как он на ней выезжает, где находится центр массы его, несмотря на то, что уже начал подниматься, он следит, но, естественно, это уже на уровне инстинкта, хорошо развитого, но следит за техникой, всегда уделяет этому внимание даже в динамике, потому что это, это эффективность, это каждая отталкивание более эффективная, чем соперника, который будет лепить, пытаться что-то сделать за счет темпа, ловить кант периодически, закорачивать шаг и так далее. Ну и вот здесь гонка внутри гонки, и Ширрате неоднократный победитель именно этого вида программы, финального подъема, не прячет свои козырные карты, и обладатель тринадцатого номера выходит параллельным курсом в одну линию с предыдущим лидером, Масгрейв не проваливается, Кругер тоже тот, как тут, Тонсет также, Улун тоже, ну и вот началось. Начисление бонификационных очков, бонификационных, но не совсем это бонусы, какие бонусы, а не бонусы, которые не дают ничего в генеральную классификацию общую, а дают только в спринтерскую, поэтому это все-таки спринтерские очки. Чтобы не было разночтений, в общем зачете никаких перемещений не происходит, а борьба со второе, третье место сейчас очень напряженная, при том, что Клэбо вряд ли настолько уязвим, как Фридо Карлсен, по крайней мере. В последнее время он научился правильно бегать от обороны этот подъем и минута, минута с лишним этого достаточно. Но в фантомке играть его товарищу по команде более специалисты, восходитители, чем он, не будут. Поэтому и он сейчас тоже, я думаю, напряжен все равно. Вопросы, касающиеся в первую очередь Губера и Пельдегрино стоят наиболее остро, насколько их хватит. Пелле держится за Хаверсона. Избрал именно его в качестве ориентира. Губер с самого начала предупреждал, что гора может стать для него абсолютно непреодолимым препятствием. Ну и, в принципе, осталось только дождаться этого подтверждения. Тем временем Скар сваливается туда-куда-то в 20-е, уже в 30-е места. порезившись поначалу. Еще раз напоминаю по номерам, кто из восходителей имеет какой стартовый номер. У Кругера шестой, седьмой у Кулуна, девятый Льдонс, это тринадцатый у Шурерота. Пока что на этом относительно пологом отрезке они чувствуют себя практически одинаково. Клэба не хватается за их темп и не пытается с ними бодаться. Идет ведомо, его вполне устраивает просто не отставать и пройти относительно ровно. Обязательно кто-то из этих вышеназванных ребят будет сейчас входить в отрыв как только доберутся совсем действительно до крутой рампы. Но пока вот этот отрезок прямой, отрезок с градиентами ощутимо меньше двадцати процентов, все проходят более-менее компактно. Обратите внимание, как подбирает подбирает все время следующую ногу, каждый следующий шаг Шурроте. Недолго едет на лыжи. Вон куда уже посыпался Пелле. И это тоже, конечно, ожидалось. Сбивает шапочку туда дальше на лоб. И продолжает отставать Голдер. Пелле Гри, но они идут вместе. Вместе пытаются защитить позиции на подпу тройке сильнейших, но уже сейчас видно, что это дело практически безнадежно. Здесь сюжет, как правило, развивается линейно. Здесь некий возвращаться, ну вот даже бедолага могучий французский штриспринтер НЖ последний в стартовом протоколе добегает все-таки гон. 55-й номер. Лэббов Халверсон идут вместе. Губер и Пеллегрино пока еще держатся, но это братья во главе с Кругером почти гарантированно их вытеснит. Проверит она всерьез и Халверсона тоже, я в этом практически убежден. Но пока, конечно, в любом случае база несколько меньше функциональная, общий накат меньше, общее количество часов меньше у Шире Роте, связанное это было с его болячками летними, и поэтому в самой-самой развязке может быть он и не будет настолько хорош, насколько бывал, когда выигрывал несколько раз. Вот сейчас этот экстремальный градиент и этот крутой поворот направо вот здесь застряла Фрида Карлсон, вот здесь стало ясно, что дела ее обстоят куда. для Йоанна Саховсла это тоже не любимая гонка и не родная и вы видите сейчас, что он тоже постепенно отпадает от своих товарищей по команде его начинают обходить тоже те, кто в обычных гонках уступает ему значительно скольжение рассыпает Санон Халварсона еще в большей степени в Халварсен столкан что-то у шведов сегодня еще и со скольжением лыж мне кажется не идеально тогда это в сочетании с экстремальной работой с неспецифической работой в гору которую в такие длинные горы делают очень-очень редко И от Клэба тоже вчетвером. Вот обратите внимание на сбалансированность их работы. Во-первых, вот то, как отработана техника в самую крутую гору. А во-вторых, когда есть возможность чуть-чуть хотя бы прокатить. Тот же самый Крюгер, который становился чемпионом здесь. Приезжает очень легко. Очень красиво, хорошо восстанавливается. Танцеп тоже производит очень хорошее впечатление визуальное. На тех участках, где чуть более полога все. Фред Мох, Мох старший, сегодня был в стройке, кстати говоря. Может быть, это тоже дало дополнительный импульс. Лапье сначала немножко помялся в нерешительности, не обходя Клэба. Но все-таки решился. Все-таки решил, что пора. Ну и вы видели. Хотя последний километр дистанции спрофилирован так, что там, в общем, есть гораздо менее бескомпромиссные участки в подъем, чем сейчас. Но та работа, которая делается вот здесь, на самом-самом крутике, она потом остается хвостом, добивает закислением. И происходит то, что произошло с Фридой Карлсен. Дай бог ей и ее маме, чтобы все было в порядке. И вот, смотрите, как рано переходит на это отталкивание Йоанна Схофт-Клэба. Как рано рассыпается его техника. Это пока еще не под каждую лыжу постановка палки, но это в то же время потеря динамики очень заметная. Кругер уже второй в виртуале. Халверсон продолжает проваливаться и не находит себе нужного ориентина. Но самое главное, было видно, что у него функциональный кризис. Было видно, что ему уже просто там нечем дышать. Его выше было. А еще надо тянуть и тянуть. Еще надо было терпеть пару километров после этого эпизода. И как далеко может свалиться Халверсон, сказать трудно. Но то, что он почти наверняка не будет на пьедестале подсчета сегодня, сказать можно уже сейчас. Ну и то, в общем зачете я имею в виду. Про гонку вообще речи нет. Голбер страдает там рядом с ним, но, видимо, судя по секундомеру и динамике, видимо, чувствует себя все-таки несколько лучше. Надвигается Холон. Рослый и очень сухой по меркам современного лыжного спорта. Холон сумел уйти в отрыв из отрыва, как вы видите. Причем он очень хорошо себя чувствует. Он, по-моему, даже по динамике движения, и учитывая, как все-таки по километражу осталось немного до финиша, он выглядит получше Хрюгера даже местами. Но у Хрюгера, конечно, опыт победителя этой игры. Хрюгер тянет. Холон держится. Рота завязывается постепенно. И вы видите сами по взгляду, что Рота немножко поплыл. Оценивает ситуацию. Он пока третий, но с каждым шагом выглядит все тяжелее и тяжелее. Другое дело, что и Тонсет особо тоже не прибавляет. Тонсет мог. Терпят следом. Роты, конечно, не идеальный день, не идеальный тур дески, не идеальная подготовка в целом. Можно провести параллель между ним и Хайди Венг. По части количества проблем, которые были в межсезонье. Но Венг все-таки сегодня на пьедестале. Удержится ли там обладатель 13-го номера, не знаю. По крайней мере, раскат внизу. Он устроил солидный, из-за чего загнал даже и Клэба немножко в кризис. Разрыв, который может очень серьезно повлиять на генеральную классификацию между Крюгером и Клэбом, составляет уже почти 40 секунд. Клэба выглядит очень-очень даже не свежо. Но в запасе у него еще остается более минуты. Задача пересилить себя, совершить почти невозможный хаурс. Он сваливается аж на пятое место. Белли не борется уже за общий зачет. Он борется за то, чтобы финишировать как можно выше и уйти покорителем в результате этой финальной горы, от которой он шарафался столько лет. Этот тур, безусловно, принес ему целый ряд подиумов и очень много положительных эмоций. Клэба некое подобие второго дыхания отлавливает. Все-таки здесь он терпит более уже как-то убедительно. И где чуть-чуть по ложе, там он включается нормально. Эта ситуация совершенно не вспоминает то, что мы видели, что творилось с Фридой Карлсом. Здесь все под контролем. Он подтягивается к Тонсетону на крутом участке. Вот прокашлялся, прокашлялся к Клэба. Поехал. Первое место он не отдаст. 800 метров остается терпеть лидеру. Лидером все-таки становится Крюгер. Несмотря на то, что он очень солидно на него надвигался, Крюгер ринулся к своей второй победе на финальном подъеме. Он уверенно идет вторым. Рета по-прежнему держится третьим. Два его ближайших преследователя закопались изрядно. Француз и немец идут параллельными курсами. И тем временем смотрите, что творит Клэба. У Клэба боялась уверенность в том, что сила еще есть, а значит надо пробовать. Надо гоняться по-настоящему. И вот эта припрыжка в крутую гору, немыслимая в формате этой гонки, казалось бы, Клэба доступна. Он решил, что имеет право на такой рывок. На призовое место уже не успеет претендовать. Хотя, как сказать, если так будет, на палках повисая, выстреливать снова и снова на крутых участках, то может и накатить. Беллигрино борется по соседству из десятки сильнейших. Это ли не огромный успех для Кико Белли? Девертимиро вспоминаем его, как не раз финишировавшего в десятки сильнейших на этих соревнованиях, именно на этих, этого формата Губера, оставили в хвосте этой группы. Беллигрино идет пока поближе к заветной цели. Но ни тот, ни другой на пьедестал почета не попадают. Волу уже тоже не удержаться. Волун ощутимо сильнее в эту гору. И вопрос лишь в том, какой будет разрыв. Борьба за четвертое место еще тоже не закончена. И совершенно дематеризовался, к сожалению, Халверсен, который весь этот стул был достаточно нестабилен. Но относительно равнинные, долинные гонки он шел хорошо. Вчера-позавчера Халверсен выглядел солидно, особенно в спринте, оказавшись достойным конкурентом для Иоанна Сахотфанта Клэба, в финишном створе, заставив его потерпеть, понервничать, финишировав непосредственно за ним и посмев даже его контратаковать под самый конец, что в спринте вообще очень-очень мало кому удавалось, тем более Халверсен, который универсал, а не спринтер изначально. Но вот здесь поположие, здесь есть возможность включиться, и многие из ребят поймали второе дыхание. и очень солидно включается. Обратите внимание, насколько имидж всех французских гонщиков отличается от имиджа норвежских. Они решили офранцузиться под чемпионат мира, какими-то ретро-матилами порадовать болельщиков, потому что это спектакль, это совершенно нормально, это здорово, это для зрителей делается, а не для отчетности куда-то там, кому-то там. И полилось. Снегодождь накрывает все-таки тур Дески. К счастью, его пик отодвигается и успевает финишировать. Но снег все равно очень тяжелая борьба, очень тяжелая. Кругер выигрывает ее с гордо поднятой головой. Его специализация к этой гонке он шел. Ради этой гонки он, наверное, экономил силу в групповых соревнованиях. Чуть-чуть, хотя, в принципе, там тоже тратился прилично. Но во вчерашней развязке он прошел несколько мягче, чем можно было ожидать, для того, чтобы так уверенно выиграть свой этап, выиграть королевскую горную гонку, которая в Кубке мира только одна. Нелегко дается победа Кругеру. Вымотанный весь пересекает в финишную черту. Единственное, что не падает, колонн финиширует вторым. А Лапьер сначала атаковав Клэво, потом на пригорке настрадавшегося в этом году Роте тоже берет. Роте за пределами тройки сильнейших, но все равно выступает очень достойно, учитывая его проблемы. Для Лапьер это оказаться на подиуме классики, на подиуме монумента своеобразного в рамках тур Дески. И он очень рад. Мох пытается сдержать Клэво. Клэво очень динамично финиширует. Он уступает значительную часть своего преимущества, но запаса ему вполне хватает. Крюгер финиширует в 59 секундах в генеральной классификации. Хулов замыкает тройку сильнейших. Вот какая развязка с предсказанными всеми перемещениями. Лапару, приличная очень гонка и прависсимо! Пеллегрино в топ-десятки на последней горе. Спринтер Пеллегрино. Посмотрите, какого-то специалиста спринтера еще вы увидите где-то без бинокля. Борумя в этот раз в шведском дуэте посильнее, чем его напарник. То он все-то сел очень сильно. Боролся за призовое место, а в итоге вылетел из десятки. И увидел, что там чуть не лег вот выше. Было видно, что последние полтора километра до роты были очень тяжелыми. Гулбер вылетает из тройки точно так же, как и Пеллегрино. Но эмоции, конечно, гораздо лучше у Пелле. Хоть он и четвертый. Он обошел Гулбера. Де Побьяни, вчерашний призер, они же не в первый раз на этом стадионе. Финиширует в районе двадцатой позиции. Алверсон вылетел за пределы даже двадцатки. Мазгрейв, порезвившись в начале, похуже, чем я ожидал, пробежал в целом эту гонку. Гора не зашла. Эйверсон домучил этот тур. Все равно, хоть было предостаточно людей, которые советовали с самых первых этапов зайти и начать готовиться. Причем желательно бы в горах. Скар. Вот где специалисты спринта. Рунежей. В четвертом десятке, даже финишировав, он может поставить себе достаточно высокую оценку за эту гонку. Наил Басмаков финишировал рядом с ним. Си, сильный спринтер канадский. Среди спринтеров оказался, что, в общем, достаточно предсказуемо. Фина в первых рядах не было, что ожидаемо. И тоже не в чем себя упрекнуть. Полу Гулберу. Он отдал все силы, и он до сих пор не может восстановиться, как вы видите. Гулбер Скар, не специалисты этого вида программы, но уже тревожатся после того, что видели, что произошло с Фридой. Уже все очень аккуратничают и сразу прикидывают, не нужно ли вызывать медиков поскорее. Шуру Роте, но, судя по всему, он отдышится точно так же, как и Гулбер, которому заботливо подходят товарищи по команде и соперники. Ну, Хаверсон почувствовал, почувствовал, что все, его выключает и не стал надрываться. Абсолютно это правильно, если уже не за что было там бороться. Надо было сохранить для будущих побед и призовых мест дело. Впереди для него еще очень-очень много всего. И в первую очередь, конечно, так или иначе, чемпионат мира. Но Клер оценил отдельные свои гонки неплохо. Гитмар заехал эту гонку далеко, но это тоже, в общем, достаточно ожидаемо. А предыдущие два старта в долине Фьеме наценил совсем недурно. Счастлив младший Фендрих просто закончить это мучение поздравляет с закончанием гонки Хэкстрема и еще одного спринтера, который дошел и в общем зачете так же. Раньше просто толпами снимались спринтеры Оскар Свенсен. Спринтер и классик, классист не конькист изначально. Заезжает в самом-самом хвосте, но гонку заканчивает. 55 человек на старте. Нет, 54, Градс не вышел на старт сегодня. Жасклемин где-то там борется со стихиями и пытается добраться. Ну, а французская сборная чествует своего призера этапа. Лапьер, который еще и молод, еще в полной мере не раскрылся, добивается сегодня большого успеха. Французской сборной сегодня день урожайный. Победы у женщин на этапе. И призовое место у мужчин. Заканчивает он Кукливин, получив бесценный опыт. В самых тяжелых соревнованиях, какие существуют. Ходим мимо подиума Пелли, но в то же время мы видим, что... То есть ему есть еще чем заниматься. Такое ощущение, что он еще может добавить, и он еще может... Кто его знает. Единственное, будет ли такой формат сохранен на турдеске, или он будет утяжеляться, гонки будут удлиняться, и становиться более неподходящими для Федерико Пеллигрино и его коллег по... Спринтерской группе, которые стараются быть и не безуспешны совсем, стараются быть универсалами. Хотелось бы, чтобы им все-таки дали возможность проявлять себя, чтобы гонка была сбалансированной. В конце концов, то, что здесь дистанционщики в конце запрыгивают на пьедестал почета, я думаю, что успокаивает критиков вполне. Ну а выиграл так или иначе мега-универсал. Пару слов про Лапье. Он не вчерашний юниор, конечно, тоже, но как юниор и как андер добился наибольших успехов. Вреди андеров, становясь даже и чемпионом мира на пятнашке коньком. Во взрослых чемпионатах мира не попадал еще ни разу в десятку лично. И, возможно, то состояние, в котором он подходит, и постепенно распределяя свои усилия по сезону, постепенно улучшая свою форму, может быть, как раз пик и точно-точно попадется на Словени. Клэбл становится трехкратным чемпионом этого турнира, подбираясь к колонии, которой сегодня очень легко и уверенно, ну легко это не то слово, потому что даже в разминочном темпе на Альпе-Ди-Шермис подняться это очень тяжело, но тем не менее колония сегодня гонку ветеранов и продвинутых любителей выиграл уверенно. Нуртук не составил ему конкуренцию, в гору отлетел сразу и был доволен составить ему кампанию, по крайней мере, на пьедестале почетно. Ну, конечно, это не взялось совсем-совсем серьезно, хотя, как сказать, они вот и готовятся, и настраиваются, все, все это есть. Финальный бросок меняет ситуацию в общем зачете, но не меняет главного, не меняет лидера, то им все же остается Иван Иснафлок Клэбл. Товарищи по команде Крюгеру Колумб составляют ему кампанию на пьедестале почета генеральной классификации. Федерико Пеллегрино заезжает четвертым. Это просто мантастика. Ну, а эти представители Вальмустера, которые сегодня с удовольствием позвонили своими тяжеленными колокольчиками, приветствуя своего кумира на все времена, находящегося по-прежнему в прекрасной форме Дарио Колонию, теперь будут приветствовать лауреатов всего тура и последнего этапа. Многотневка закончена и всегда царит совершенно особое настроение в рядах тех, которые сумели дойти в долгое, почти 10-дневное испытание. Пожелаем им успешного продолжения сезона, здоровья, крепкого иммунитета. При таких нагрузках иммунитет, естественно, как известно, подсаживается, но мы хотим их видеть на чемпионате мира. На этом тур ДСК закончен, но не закончена наша снежная программа. Дальше у нас двоеборья, гонка-преследование. А пока давайте порадуемся за этих сверхволевых горовосходителей, которые сегодня показали себя наилучшим образом. И стучим в бубен по-прежнему. Пусть будет снег. Ну а представители северной комбинации вот тебя уже раздают при стартовой интервью. Я, Сергей Курдюков, с вами не прощаюсь. Еще минут на 40 останемся в этот универ.